Всем привет! Это прямой эфир ЦСКА Баскет-шоу Евролига! ЦСКА Бакаби! Меня зовут Руслан Матковский и сегодня у нас в гостях очаровательная девушка, шеф-редактор канала ЦСКА, футбольного ЦСКА Екатерина Кирилевичева. Всем привет, армейцы! Актер, любитель баскетбола. Егор Климович, Егор, пожалуйста, в студию. Насколько сильно вы любите баскетбол? Просто спрашивайте про движение вверх, но вы бы все рассказали. Теперь про баскет. Не, ну, дело в том, что я сам играл профессионально в команде РТИ, она сейчас по-другому, правда, называется, в команде, в которой в свое время играл Иван Едешко. И, безусловно, когда мы потом уже такая приемственность поколений, когда мы работали над проектом движения Мир, это была просто фантастика, потому что встретить легенд того времени и знать, что вы вместе. Поэтому баскетбол всегда в моем сердце. Екатерина, у вас в студии постоянно проходят разные конкурсы с гостями. Сейчас, внимание на экран, будут выводиться фотографии, и наша с вами задача угадать, это футболист или баскетболист. В БКЦСКА, ВБКЦСКА. Внимание на экран, первая фотография. Егор, помогайте. Я думаю, баскетболист. Баскетболист, уже неплохо. Я думаю, баскетболист. Баскетболист, это абсолютно правильный ответ. Открываем, это Алексей Швеб. На стиль узнается. Считывая по кроссовкам, я думаю, что вот эти ужасные кроссовки, думаю, что футболист. Раз ужасные кроссовки, то футболист. Я поддержу. Правильный ответ, Яко. Био. Конечно, правильный ответ. По фигуре футболист, несмотря на то, что на майке Джордан. То есть фигура футболиста, да, Егор, говори? Ну, крепкий такой. Крепкий, крепкий парень. Супервысокий. Крепкий парень. Так что ставим на футболиста? И барсетка, барсетка тоже. Барсетки? Футболисты такие носят. А баскетболисты барсетки не носят. Такие, мне кажется, нет. А ты тату видишь какие-то? Пока Егор идеально идет по одежде, да, по аксессуарам. Это Антон Заболотный, футболист. А у актера бывает такое, ну, что сейчас профессия становится рутиной, а игра, вот баскетбол на первом месте. Я могу сказать, что лично для меня баскетбол сопровождает всю мою жизнь и всегда как-то помогает именно в кинематографе. Хотя это, кажется, немножко иррационально. Я открою небольшой, кстати, секрет. Я сейчас снимался в проекте HBO про баскетбольную команду Лейкерс. Команда, которая делала «Игру престолов», они сейчас делают про Лейкерс 79-го года. Про период Карима Абдул-Жабара, Мэрика Чонсона. И это выйдет в следующем году. Эдриан Броу, где играет Петта Райли. Это будет очень большое шоу. Привет! О, просто конь, просто конь. Нет, неправильно. Просто конь, за нас, за нас, просто конь. Эй, а посыловать ручку? Ну вот как, вот у меня просто нагло отбирает эфир ведущая ЦСКА-студии, только футбольный. Сейчас передаю слово нашему корреспонденту в чистной зоне, Егор Бедуля. Егор, привет! Приветствую, Руслан, спасибо. Сейчас перед игрой у нас есть такая возможность задать несколько вопросов защитнику нашей команды, Ивану Ухову. Иван, привет. Всем привет. Иван, в прошлой игре так получилось, что ты получил травму голеностопа. Ты сразу понял, что это была какая-то серьезная травма. Как себя вообще чувствуешь? Сейчас чувствую себя хорошо. На самом деле травма оказалась не такая сильная, наверное, как до этого я получал такие травмы примерно. Похоже, в этот раз обошлось, и поэтому сейчас уже, пройдя несколько дней реабилитации, уже чувствую себя намного лучше. А как ты сам оцениваешь, когда сможешь вернуться? Я думаю, что в ближайшие дни уже, наверное, смогу приступить к тренировкам. Очень хочу сказать большое, наверное, спасибо за то, что в такой трудный момент, наверное, болельщики также не перестают нас поддерживать и верят в команду. У всех бывают спады, и мы не исключение. Поэтому желаю им также терпения, как и нам. И я думаю, что победы придут уже в ближайшие дни. MVP всего пляжного футбола. Борис Никаноров, добро пожаловать. Очень рады вас видеть. Какая награда для вас самая важная? Ну, когда ты вот MVP всего, чего возможно, ты выиграл такое количество наград. Что можно выделить вот лично на себя? Знаете, самое главное – это то, что я чемпион мира. И в этом году мы вернули титул самой сильной команды планеты, среди сборных. Вот это самое главное мое достижение в спортивной карьере. Круче быть ничего не может. Тем более это произошло у нас дома при родных болельщиках. Космос. В баскетболе довольно мало способов забросить, да? То есть, ну, трюкачковый или там лупачковый. А вот в футболе масса, головой, через себя, в касании. Какой ваш любимый удар? Вот как вы забили гол, какой из видов ударов самый для вас приятный? Бисеклета? Абсолютно верно. Вы все знаете. Это удар через себя, так называемая, бисеклета. Очень мне нравится забивать и голы. Ваш самый любимый гол бисеклета? Дворота сборной Бразилии на межконтинентальном кубке 2018 года, который перевел матч в Овертайм. И мы одержали победу над бразильцами возле 66-матчевой серии из побед. У нас в гостях особенные парни, которые делают красиво баскетбольные фристайлеры. Кирилл Куприенко и Игорь Кустов. Парни сразу делают красоту. У нас представили несколько стилей. Начнем с самого любимого всеми. Это у нас кручение на пальце. Лигарев пока. О, да. То есть мы закручиваем мяч на пальце. Помимо того, что его можно просто крутить, с ним можно делать кучу разных фишек. Я просто в то мяч руках не мог спрятать. Потом, например, помимо того, что их можно делать с одним мячом. Два! Также фишки можно делать с двумя мячами. Да что это такое? Вот такой, кстати, есть прикольный способ подкруточки. Просто вау! Вот, то же самое. Есть... Они могут крутиться не только друг на друге, но еще и вот просто так, по отдельности. Так, парни, вопрос сразу. Вы настолько крутые! А есть ли какие-то соревнования, где много парней, которые умеют делать вот такие фокусы, соревнуются, кто из них особо в хорошем деле? Соревнования есть. Они у нас, как правило, называются баттлами. Так, давай. Поехали. Про левую мы сейчас просто... А, во, а я говорил. Не-не-не-не. Так, забываем про левую. Я уже вообще все забыл. Даже как меня зовут-то не помню. Это... А, это сняли? А этот еще есть. Смотри, смотрите, что. Все, парни, я готов идти в ваш баттл. И сейчас я чувствую особенный трепет и особенный момент, ведь у нас особенный гость. Аскер Порчо. Мы так долго в ЦСКА. Какой момент был самый особенный? Ну, как... Я так скажу, что... Я вот в ЦСКА за 55 лет. А в клубе баскетболе 45 лет. Сколько я в команде. Все дни у меня особенно были. Все годы, которые мы выигрывали. Понимаете, нет такого, чтобы этот хороший, этот плохой. Было абсолютно все одинаково. Были тяжелые времена, были полегче. Но мы все равно выигрывали. Это самое запоминающее. Все трофеи, которые вы выиграли, невозможно посчитать. Но какой самый главный? Вот этот сезон... Да, ясно помню, вы говорили. Все главные. Но в каком-то сезоне было, возможно, особенно трудно. Было какое-то невероятное стечение обстоятельств. Где победа была вопреки. Десятикратный чемпион Советского Союза. Если сам, сам, был сам чемпионом СССР, это Владимир Аксин. Вот. И Россия, и КП я не считаю. Самая, конечно, это Евролига. Первая победа Евролига. Спасибо большое, что были у нас в гостях. Аскер Барчо, легенда клуба. Да, очень рад тоже. Дай Бог, что мы сейчас сегодня победили. Ждем победы. Это Евролига, ЦСКА Макаби. Матч начнется совсем скоро. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин